Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я хочу познать человека Кто я? Вот это вопрос Мне интересно Откуда я хочу Что я хочу Не хочу Что я хочу Люблю или не люблю Откуда это берется? Кто я? Я не хочу просто тупо жить И действовать по каким-то странным параметрам Я хочу понять Откуда это во мне И как это можно изменить Амин? Что происходит Когда прекрасный человек В одну минуту Становится отвратительным Кто-то понимает? Что проходит с человеком Который был отвратительной личностью Делал отвратительные вещи Что его меняет? Что меняется внутри В сердцевине его личности? Почему он становится Из плохого Превращается в прекрасного человека? Что это такое? Я не знаю как кому Но это мне ужасно интересно Мне это не просто чуть-чуть интересно Мне ужасно интересно Как можно измениться В лучшую сторону Что содержит Внутри меня Параметры Которым я возвращаюсь Хочу я того или нет? Вы никогда не задумывались Когда что-то с человеком происходит Он куда-то возвращается Вот а почему я и ты Туда возвращается? Почему не в другую сторону? Куда тебя тянет Когда в твоей жизни все плохо? Но еще лучший вопрос Куда тебя тянет Когда все в жизни В твоей хорошо? Интересный вопрос Аминь? Давайте сегодня Над этим поработаем Окей? Вот в общем вопрос Откуда начинается Личность? Рождается ребеночек Мы его воспитываем А потом думаем Господи Ну что это за кошмар растет? Некоторые родители Которые уже воспитали детей Вы понимаете О чем я говорю? И ты такой задаешь вопрос Господи Ну в моей жизни этого никогда не было Вообще Что вообще происходит сейчас? Мы никогда эти параметры Не задавали Этому ребенку Почему у него Такие вещи происходят? Что тянет его туда Или тянет в другую сторону? Оказывается в нас Есть что-то Что не поддается Ничьему контролю Оно поддается только тебе Ты настраиваешь Эти параметры Вот почему Ты и я Будем судимы Кто это понимает? Вопрос Может ли Бог тебя судить? Если что-то внутри тебя Есть что Поправить нельзя Если это поправить нельзя То почему меня судить? Эймэн? Ты вопрос понял? То есть если я этим не управляю Зачем меня судить? Я же этим не управляю А оказывается Мы настраиваем Параметры Своей сущности Бог показывает добро всем Добро и зло существует Но почему Одних тянет питаться оттуда А других оттуда? Почему когда кто-то ошибется Он плачет И это для него кошмар А другой ошибется Он говорит Ну раз ошибся Поехали уже до конца ошибаться Ну раз ошибся И он катится хуже И хуже И там один Бог знает Где остановится этот человек Что это такое? Я хочу знать Мне интересно Я хочу не только познать себя Я хочу помочь другим людям Которые окружены вокруг меня Где все наши поступки берут начало? Что происходит перед тем Как человек падает? Что является источником всего в человеке? Вот почему дьявол работает над атакой тебя Потому что он знает Что ты можешь быть атакован и переделан Однажды мне стало очень интересно Что предстоит перед тем Когда человек согрешит? Вы заметили Никто просто так не идет И там знаешь Как бы ну Упал в грех Вот просто шел И ляп упал Потом думаешь Что произошло? Внутри нас Что-то движет нас Мы садимся За стол переговоров С собой Кто-то слышит меня? Перед каким-то Ошибкой Или падением В основном Каждый из нас Он сидит За столом переговоров Со своей личностью Взвешивает Взвешивает за И против Мы потом Позволяем Чему-то Произойти Или не позволяем В предыдущих темах Я сказал Насчет воли Нет такого человека Который может сказать У меня бес попутал Это ты беса попутал Послушай меня Родной мой Когда ты что-то хочешь Ты это сделаешь Даже если все вокруг Рухнет Сгорит Ты это сделаешь Если ты что-то Не хочешь сделать Никто Ни бог Ни дьявол Тебя заставить не сможет Мы с вами говорили Воля человека Это такой подарок Который невозможен Нам нужно Переоценить Нам нужно понять Что нам дано Поэтому эта тема Это просто продолжение Моей длинной Вот этой мысли Я не знаю Сколько мы уже находимся И мне хочется Понять эти вещи Я так понимаю Когда я что-то не хочу Легион демонов Не сдержит меня Как того одержимого Он пришел к Иисусу И получил свою свободу И когда ты чего-то Не хочешь Можешь себе представить Люди говорят Я бес попутал Я говорю Ты можешь сказать Ты богу говоришь Нет Ты думаешь Дьявол сильнее бога Который тебя попутал Воля это такая Уникальная вещь Подаренная богом Человеку Что никто Никто Бог тебе подарил Неконтролируемую Субстанцию Находящуюся внутри тебя Да я эту волю могу Отдать в контроль Другим людям Мною будут манипулировать Знаете да Просто отдал Я эту волю могу забрать И могу сам двигаться Как я хочу Я могу настроить Свою волю Что я никто и ничто И ты будешь Никто и ничто Потому что у тебя есть сила Из себя никто и ничто Сделать Начнешь нырять в Бога Все могу В укрепляющем меня Христе Понимаешь Вау Я много могу Когда Бог со мной И куча христиан Таких слабеньких Меня без попутатут Куснул за попку здесь Меня за ножку дернули здесь Я не знаю как жить Господи Спаси Помоги Все это абсолютная ложь В которой ты Убедил себя Ты сильнее чем Все Абсолютно можешь Если действительно Захочешь Ты еще не хотел Достаточно хорошо И мне стало интересно Могу ли я С Богом Рожденный свыше Исправлять себя И трансформироваться В его образ Поймите семья Дьявол знает Мы с вами рождены Отображать И преображаться Это наша функция Другими словами Как только ты что-то Ставишь перед собой Ты не сможешь Потом контролировать Потому что ты Автоматически В это превращаться Начинаешь Да ты можешь этому сказать Да или нет Но процесс превращения Ты остановить не можешь Как в хорошее Так и в плохое Я могу сказать Нет тьме И повернуться к свету И превращаться в свет Становиться Чище Сильнее Светлее Больше любви Больше любви И опять Как Библия говорит Это не от нас Это от его духа Мы смотря на него Мы смотря на него Преображаемся Но наша свободная воля Это именно ключ Выбрать Идти Превращаться Или не превращаться Это самый важный ключ И мой Бог Четко указал На одну вещь Реценок Самая главная вещь И моторчик Который Всем управляет Руль твоего существа Это твое сердце Ты слышишь меня? Семья Ты можешь делать Какие-то Не очень хорошие поступки Но Бог знает Твое сердце Это Внутри Это не ты Кто-то понимает О чем я говорю? Ты еще Может быть Не понял Кто ты Из-за каких-то слабостей Или каких-то вещей Ты еще подвергаешься Манипуляции Сатаны Но ты внутри Он знает тебя Он знает твою сущность Your essence Притча 4.23 Смотрите, что пишет Соломон Больше всего храни Своё сердце Потому что оно Источник жизни Семья Если вы что-то хотите Исправить в вашей жизни Абсолютно перестаньте Исправлять ваши действия Это не поможет И не помогло еще никому Тебе нужно войти Именно в святое святых На контакт с ним И просто сказать ему Пожалуйста Коснись моё сердце Оберегай Своё сердце Кто-то понимает О чем речь идет? Есть Руль Всей твоего существа Другими словами Я когда-то Богу говорю Я говорю Господь Почему эти вещи Происходят ко мне Когда еще будучи молод Были многие разные Интересные вещи И Бог мне говорит Знаешь ли ты, сын Что есть такой феномен Как пути твоего сердца? Знаете, что такое Путь сердца? Это Это рельсы По которым Поезд идет По умолчанию Им даже управлять не надо Недавно сижу На берегу залива И выше меня Идет Огромный поезд Трейн Поезд идет Надо мной И я смотрю Внимательно Смотрю внимательно А в первом Знаете Там в первом вагоне Где сидит управляющий Там нет вообще никого Вы когда-то замечали Такой момент? Никого нет И я такой Даже выключен свет Я смотрю Как? Как оно едет? Никем не управляется А Бог говорит Тот, кто им управляет Он вообще находится В самом последнем вагоне Потому что тот Кто включает Ехать, не ехать Знает Что этот поезд Никуда в другое место Не приедет Кроме того Куда рельсы ведут И Бог мне на этом Маленьком примере показывает Он говорит Знаешь ли ты, сынок Что когда ты Выстроил пути Твоего сердца Ты автоматически Всегда туда Приезжать будешь И тебе даже руля не надо Оно само туда едет Духси Ты четко указал На сердце себе Сколько я видел Людей Рожденных свыше С отвратительным Сердцем и характером Кто-то наблюдал Такие вещи? Один видел Все остальные Вы что Никогда не видели людей С отвратительным сердцем Я с вами разговариваю Видел Кто еще видел? 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 15 человек видели Все остальные Одна святость вокруг Амин Не видел никогда Боже мой Я говорю Бог Почему он такой Отвратительный? Он как бы Мой брат во Христе Но я так хочу Сделать ему больно Не знаю Почему я его хочу Ударить Не потому что Я плохой А потому что Он постоянно Вынуждает меня На какие-то Странные действия И вот мне говорит Он говорит Когда Я даю спасение Спасение Кровь Христа Не распространяется На характер И сердце Ага Кровь Христа Еще раз повторю Для умняриков Которые думают Что когда я спасен Аминь Финита Альфа и Омега А Бог говорит Ку-ку Сынок Я всего лишь Дал тебе доступ Куда ты не мог Перейти Я снял твой грех И мыл тебя кровью Но твое сердце И характер Это вот почему Тебе дан Дух Святой Это работа твоя И моя Еще раз повторяю Это не меняется Никогда На это ты должен сделать Ударение И усилие Чтобы не только Твое сердце Твой характер изменился Над этим будешь работать Ты Кто-то понимает Или я сейчас Чью-то теологию Пошатнул О Господи Что ж Что ж теперь делать Меняться надо Вася Меняться Боже мой Вася так По умолчанию Сори Вася Андрюша Сережа Да Буду называть Джанни То есть Перед тем Как человек Что-то Врет Знаете Человек Лжец И Бог мне указывал Такие вещи Он говорит Перед тем Как человек лжет У него есть Очень серьезная Склонность Ко лжи Именно Эта склонность Ко лжи Живет В нашем сердце То есть Ложь Это не есть Как вам сказать Это не есть грех Это есть склонность Которая приводит тебя К греху Кто-то понимает Да Есть склонность То есть К примеру Вот стоишь ты Например Ты не врешь сейчас Но как только Ты открываешь рот Ты сразу поехал По своим знакомым рельсам Ты наверное Наврал 60% И 40% Правда Там под вопросом И вы заметили Профессиональных лжецов Например Когда вот тебе Пытаются машину продать Это Вот эти люди Серьезно Я из-за этого Перестал продавать машины Потому что Бог мой Я не буду сейчас Задаваться подробностям Вдруг здесь Какие-то дилера сидят Извини Ну я не знаю Если ты Если ты правдивый дилер Машин То скорее всего У тебя не будет денег Потому что Если ты честно Укажешь Где там машина была И что с ней было Ее никто не захочет Палкой за 2 метра Касаться Кто-то понимает И потом Человек Человек сначала Знаете Сначала он Врет ему плохо Потом ему за это заплатили То есть его Он такой Интересно Потом он врет дальше И потом он Таким соловьем Становится Он такие Песни поет Ты сможешь Он врет Как дышит Там не просто рельсы Там уже Проложены Шоссе И дороги И где Приходит проблема Дух Святой Говорит Говорит Но когда ты Не хочешь слушать Он отходит Тебя И это Становится Частью тебя И это Опасность Теперь Кто-то Слышит меня? Я знаю Христиан Лжецов Они такое Продают Они такое Вытворяют Они так Бизнес ведут Во лжи И это Нормально Они абсолютно С этим Их даже Внутри Не ёкает Кто-то Моняет Процесс Этого Поначалу Для тебя Это Шоссе Надо прокладывать Асфальт Закатывать Тяжело Первый раз Продал Что-то Там Бедный Всю ночь Не спал А вдруг У него Пол машины Разделится Там На шоссе Раз И машины Стало Две Умножилось Кто-то Тут Боже мой И ты такой Перемучился Переболел Передавил Духа Святого Заткнул Его К концу Ночи Нормально Мы Настраиваем Параметры Нашего Се Вот Почему Давид Кричал К Богу Испытай И проверь Не на опасном ли Я пути Проверь Моё сердце Смотрите Семья Мы знакомы С вами С грехами С грехами Человеческой плоти Это Рас Приблуд При любодеянии Все вы знаете Это целый список Библии он написан Семья Ну вы знаете Куда опаснее Грехи сердца Они не являются Еще грехами Но это Склонности И предрасположенности Вот это Опасность Другими словами Ты вроде верен Своей жене Но предрасположен К блуду Кто-то понимает О чем речь идет А менее и мало Будет в этой сфере Я понимаю Я ничего Опустим Каждый день Или ты созидаешь Параметры своего сердца Или ты расшатываешь Стандарты Установленные Богом там Раньше мысль О чужой женщине Тебя уже раздражала Только не дай Господь Сейчас у тебя Все нормально Сегодня день папы Давайте Минуем эту сферу В следующий раз В следующий раз В следующий раз Я до вас доберусь Притихли Притихли Ладно Я вас Просто отпущу На свободу Давайте прочитаем Псалом Псалом 138-23 Псалом 138-23 Смотри что пишет здесь Давид Испытай меня Псалом 138-23 Вау Вау Вот это разговор С Богом Семья Испытай И проверь меня И если что-то в моей жизни Неправильно Только начинает идти не туда Пожалуйста Исцели Исправь Обличи Измени И здесь смотрите 24 стих Какая красота Посмотри Не на опасном Ли я Пути И веди меня По пути Вечному Ты слышишь меня? У ним вопрос Сейчас к вам К тем кто смотрит нас Ты сейчас с Богом Ты сейчас в церкви Когда последний раз Ты проверял Свою навигационную систему Куда она тебя ведет? Куда рельсы Твоего сердца Ведут Может быть Твое тело здесь Но пути твоего сердца Давным-давно Уже не с Богом И не в ее доме Кто-то со мной? Будь очень аккуратен Не насчет своих поступков Ты сейчас можешь улыбаться Все нормально Но куда ты едешь По умолчанию Вот это вопрос Я видел ее не один раз В теле Христа Я уверен, что вы видели Христиан Рожденных свыше Но абсолютно Некорректных Грубых И бессовестных Это говорит о том Что кровь Христа Не распространяется На наш характер И наше сердце Я говорю Дух Святой Что мне делать? Он говорит Первое научись Говорить правду себе Как только что-то видишь Сразу себе это говори Это не мой путь Это не мое будущее Это не моя дорога Бог исправь Вырви это прямо сейчас Если ты над этим работать Не будешь Бог мой Прямо сейчас Сатана шоссе строит Я за свои многие годы пасторства Сколько видел здесь людей С поднятыми руками Сейчас они где-то С поднятыми ногами Извиняюсь Брутально, но правда Ты со мной? Что это такое? Человек не захотел Работать над сердцем Вы заметили Как только человек Рождается свыше У него настает Медовый месяц Бог даже отключает Его мозги От его же характера И он наслаждается Богом Вне себя То есть он даже Не сейчас Ты настолько Захвачен Богом Тебя ничего не интересует У тебя медовый Христианский месяц Он у всех есть Рожденных свыше Вы все знаете О чем я говорю И потом Хочешь ты или нет Медовый месяц Заканчивается И включается Понедельник Ну в кавычках Понимаете Понедельник Начинается Реальная жизнь И ты такой А это что? А это что? Я же это не хочу А это вообще Толком Вообще видеть это не хочу А оно все Пробирается к тебе А оно все Царапает тебя Стучится И говорит Ну как Давно уже не это Парень не было И ты такой О господи Что это? Все нормально Работа Над твоим сердцем И характером Прямо сейчас Вместе со Святым Духом Начинается Все эти вещи Поднимаются Или допущены Богом Не для того Чтобы убить тебя А чтобы адресовать Что Духу Святому Исправлять Но ты должен Дать ему Зеленый свет Например Человек не имеет Чести Принципов И твердой позиции Это испорченный Путь сердца Который всегда Открывает Дверь для дел Плоти То есть сейчас Человек вроде нормальный Но у него нет Параметров Охраняющих Его сознание Сердца Характер Он их не выстроил Кто-то понимает? Бог хочет Чтобы ты выстроил Вместе с Духом С этим параметром Он не забирает У тебя фан Он хочет забрать У тебя извращение И то что приводит Твое сердце К разрухе И коррупции Кто-то понимает? Потому что грех Не есть удовольствие Когда грех Приходит И уходит Он оставляет Разорванную душу Уничтоженные эмоции И потом еще Кучу времени Для исцеления Нужно Кто-то понимает? Это не то, что Бог Позволяет И так мне Бог сказал Что как только Как сердце Является источником жизни Так же Если за сердцем Не следить Оно является Источником Саморазрушения Вы видели людей Которые ненавидят И идут себя На уничтожение Сами себя Вы заметили Уникально то Что человек В основном сосредоточен На последствиях Поступках Чем на причинах Чем на предрасположенностях Например Человек Тебя предал К примеру Мы все Мы все Когда-то с вами В жизни Были преданы На определенном уровне Кто-то предан По бизнесу Кто-то По В семейном отношении То есть Кто-то По дружеским вещам Мы иногда преданы Это одно Но перед предательством Присшествует Бесчести У такого человека Просто-напросто В сердце нет чести Стандартов Семья Потому что Честь Это не духовная вещь Это параметр Человеческого сердца Который мы выстраиваем Я принимаю решение Поступать Честно С собой И с другими Кто-то понимает Перестаньте складывать Все, что должно В вашей жизни Происходить на Духа Святого Дух Святой укажет Работать будем мы Честь Не приходит От Святого Духа Праведность Слушайте сюда Не приходит От Святого Духа Праведность Это твое Решение Жить и поступать Вот так Святость Да Это не наше Мы это не заработали Мы это не отработаем Святость как подарок Дается через кровь Сына Бога Даже если этот человек Клянется Что больше тебя не предаст Я уверен Ты будешь очень осторожен С таким человеком Потому что Если в его сердце Нет чести Он обязательно предаст Потому что Не сможет Пройти Или пойти Против своей натуры Ты понимаешь Как это работает И вот это нужно Понимаете Окружайте себя Не людьми Которые там Знаете Ну говорят тебе Окружай людьми Которые огружены Стандартами Честью И принципами Только такими людьми Окружай себя Итак Мудрый не ищет тех Кто его не предаст Ты слышишь меня Мудрый не ищет тех Кто его не предаст Он ищет тех У кого есть честь По умолчанию Потому что Даже если настанет Тяжелое время Этот человек чести Не сможет тебя предать Потому что Он человек чести Вот почему Когда ты Набираешь людей В команду Служения Или ты строишь бизнес Внимательно наблюдай За сердцами людей Не за их балаболом Кто они Как они Ихние предыдущие проекты Кто они внутри Что за плоды За ними идут Внимательно наблюдай И окружай себя Правильными людьми Семья послушайте Я не могу Свою жену предать Не потому что Я Знаете Я вот решил Не предать жену А потому что У меня параметр Настолько высокий Я настолько люблю Бога Что он для меня дороже Кто-то понимает Принципы Кто-то понимает И некоторые говорят Он не говорит Что ты не предашь А кто его знает Я знаю Никогда в жизни Почему Потому что Это решение делаем мы Пока смерть Не разлучит Нас Ты со мной Кто-то слышит Меня семья Попроси Духа Святого Помочь тебе Отстроить параметры Ты будешь удивлен Как далеко Ты начнешь идти В духе Когда Бог Может на тебя Положиться Когда человек Себя постоянно ловит Перед выбором Делать определенный Поступок или нет Это говорит о том Что глубоко В своем сердце Такой человек До сих пор Не принял решение И не выставил Параметров Чести и границу Вот многие По этой причине Нас не любят Потому что Они точно знают Наш ответ Ты слышишь меня? Ой, сколько раз Приходили Ну вы сделаете то Ну давайте это Ну давайте подружимся Да меня не дружба Интересует Меня интересует Правда Которая должна течь От этого места Именно из-за того Что я сделал Это решение Я не принят Большинством И отвергнут Многими Потому что Я не согласен Петь Под их Песню Я помню Приехал на этот пастор И там такой список Выдвигали мне Что мне делать Чтобы быть с ними Я говорю Там мне легче Ничего Ну До свидания Враг Должен знать Тебя настолько Что он должен Предугадывать Все твои вопросы И ответы Потому что Он знает Что ты не пойдешь Против принципов И купить тебя Невозможно Семья Мы не принимаем решения Мы приняли решение Мы жаждем Видеть живого Бога Мы жаждем Видеть его славу Чудеса Мы жаждем Видеть следующее поколение В огне святого духа И мне все равно Сколько это нам стоит Будет Абсолютно Он орет Он потеет Он очень странный Уууу Зато у меня есть принципы Хе-хе Хе-хе Самое интересное И когда им нужна помощь Они не бегут К своим братьям Они почему-то Появляются На наших энкаунтерах Ха-ха Они Они по умолчанию Как Никодим Знают Что там Точно есть Бог Ха-ха Я еще раз Бросаю тебе Вызов Семья Дорогие Выстрой Параметры Своего сердца Железно держись И Дух Святой Поможет тебе Дух Святой Именно на стороне Людей чести Ты никогда Ты никогда не сможешь Изменить свои поступки До тех пор Пока Бог Не адресует Источник Твоих поступков Твое сердце Я еще раз говорю Да я был рожден свыше Я встретился с Иисусом Но мой характер был Скажем так Давайте скажем так Вопросительным И я думал Что я Самое лучшее Что могло случиться Ну для этой планеты И потом Когда я женился Я понял Что что-то Или с моей женой Не то Или что-то Глубоко В проблеме со мной И потом Я понял Бог умеет Нас так Поровать красиво Ты думаешь Что оно тебе Не подходит Это как раз тебе Это и надо Другая бы там Свернулась И подогнулась А она такая Нет Ты должен Это изменить Я не согласна Жить с этим И ты Алло С тобой Любя Не соглашаются Вы знаете Иногда ты думаешь Ты такой Уникальный Пока ты Не связываешь Свою жизнь С другим человеком И потом Начинается Настоящая работа Над твоим сердцем Бог Если кто Если кто Не думает Что у Бога Есть чувство Юмора Посмотри на Своего мужа И на жену Я не говорю На вид Или там Внешность Я имею ввиду Он настолько Порует тебя Что на эти Кнопки Только она Умеет Нажимать Те Те Кто еще Не женат Не слушайте Эту часть Проповеди Пожалуйста У тебя Будет Принцесса Не слушай Андрея А у тебя Будет Принц Не слушай Барсдера И потом Ты садишься И говоришь Господи Чем я Согрешил Против тебя Ладно Я туда не пойду Я не пойду Господи Я же такого Хочу Добра Бог говорит Именно потому Что это лично Сможет адресовать Все Что ты не хочешь И не можешь Адресовать О ну когда ты Это адресовываешь Ты по-настоящему Наслаждается Процессом Твоей трансформации Потому что Трансформируете Тебя Вы вдвоем Мне легче Было Перекрутить И сделать Ее во всем Виноватой И это занимало Где-то день Прикидываешь Что-то произошло И мне же нужно Сейчас это адресовать И я придумываю Насколько это Она виновата И все красиво Знаете Как в зале суда Не подкопаешься Она виновата А Дух Святой Стучится и говорит Сынок А такая фраза Как Прости меня Я виноват Занимает Потому что у тебя Гордое сердце И я сел Господи Я твой сын Я послушный Я ненавижу Люцифера И горды Он говорит Вот это Весь день Ты сейчас придумывал Кейс А ты сейчас зайди И попроси у нее Прощения Бог мой Я около этой двери Умирал Знаете А в спальне Я около этой двери Там знаешь Я это Я не знаю Что около этой двери Дело Я и отжимался И приседал И растяжку дел Вы не представляете Сколько меня заняло Сказать Жены Я прости И я еще Виноват Несколько Часов Я решал Сказать фразу Прости меня Я виноват Бог мой И только я Хочу набраться Смелости Я виноват А внутри меня Куча доказательств Нет Не иди Ты что Лох Подкаблучник Подъебочник Сидеть Ты мужик И опять Отжимаюсь А те Кто прожил В семье Долгое время Вы знаете У них только два выбора Или быть правым Или быть счастливым Выбирай Две вещи Не могут быть Одновременно Выбирай И я решил Быть счастливым Навсегда И мне все равно Если что Кто-то накуролесил Я автоматически говорю Любимая Прости Лесом Пусть выветривается Все И едем дальше В страну Счастья И удовольствия А ты Продолжай Сверлить Своей жене Мозги И потом Раз в три недели Получать подарок Ну я не буду Ладно Я не буду туда идти Это семейная тема Алло Алло Вы здесь Вы здесь Все нормально Вы никуда не спешите Вам интересно стало Наверное Я буду закругляться Потихоньку Семья Поймите ключ Этой темы Эта тема Ее не понять Невозможно Параметры Твоего сердца Твои стандарты И принципы Я говорю Бог Зачем мне ставить Мои параметры Я же Все равно Буду их Переступать Иногда Говорит Потому что Когда ты поставишь И будешь переступать Все твое внутренность И дух То есть сердце Будет тебе говорить Что ты переступаешь А когда их нет Переступать Ничего Параметры мне нужны Как спидлимит Вот эта дощечка На дороге Если ее нет Я не знаю Как быстро я еду Но как только Эта дощечка стоит Я четко знаю Что я Превысил Превысил Нарушил Он упал в пещер И написано Его Настолько Осудила Совесть Вы помните Этот момент Что он сказал Никогда Моя рука Не прикоснется К помазаннику Бога Сколько сейчас Грязи Выливается На слуг И помазанников Бога От церкви Христа Можете Представить Как далеко Мы ушли От параметров Даже Давида Этот его Много лет Подряд Убить хочет Этот на него Не то Что не говорит Ничего плохого Он боится Даже коснуться Его Можете Представить Когда я узнал Знаете Когда еще Только родился Свыше Я узнал Что Бог Он возлюбил Давида И он избрал Давида И он сказал Это человек По сердцу моему Мне тогда Было 18 лет И я начал Изучать Жизнь Давида Потому что Мне очень хотелось Быть избранником Бога Вы знаете Узнать секрет Почему Семья Перечитывая Туда и назад Всю историю Давида Все его падения Все вещи Я заметил Одну единственную вещь Почему Бог его выбрал Это не безгрешность Бог знает Вы знаете О чем я говорю Это не из-за того Что он Там воевал Не воевал Именно Из-за того Что у него была Честь И параметры Которых не было Ни у кого В его времени Ни у кого Тихо Поймите Он падал Но был Праведник Кто-то понимает Что такое Праведник Тишина настала В зале Праведник Библия Это не святой Это человек У которого есть Параметр Куда возвращаться Когда В твоей жизни Наступает ад Проблема Или провал Библия говорит Праведник Упадет Сколько Семь раз И что потом Сделает Поднимется Праведника делают Не семь падений А семь подъемов Делают Праведника Праведника Да Ты можешь Ошибаться Но внутри Своей сущности Ты абсолютно Праведен И ты Сам себя Обличаешь И сам себя Приводишь в порядок Кто-то понимает Вот это Праведник Праведное сердце Саул Десяти процентов Грехов не сделал Давида Но его сердце Было абсолютно Отвратительное И неправедное Он мог сжечь Целый город Пророков Уничтожить Мечом Кто-то понимает О чем я говорю Он мог пойти в город И убить Весь город Пророков Целый город Пророков Священников Уничтожить Он запросто Может идти И связываться С оккультизмом С ведьмой Где в Библии Написано Сжечь Уничтожить Семья Кто-то понимает Сердцевину Этой темы Которой я сейчас Вам говорю У тебя есть Принципы Руководящие Твоей судьбой Не молитвой На языках Не пение в хору Не чтение Библии У тебя есть что-то Если все с тебя сорвать Кто ты? Кто ты? Если собрать у тебя все На что ты пойдешь? Кому ты продашься? Сколько ты стоишь? Алло Сколько ты стоишь? О, интересный вопрос. Нам его не задают в кафедре. Когда у тебя нет параметров, у тебя всегда будет бирка с ценником. Ты просто будешь чуть дороже стоить. Ты просто, сделочка будет чуть выгоднее для тебя. Только солги, только обминуй, срежете уголочки, наври, перескочи. Ага. А Бог ищет вот этих ненормальных. Никогда, ни за что, ни с каким демоном, с этим миром и религией, никаких переговоров. Живого Бога только. Только. Только живого Бога, семья. Неважно, сколько будет стоить. Я хочу живого Бога. Я не хочу церковь. Я не хочу здания. Я хочу живого Бога. И те, кто согласны со мной идти в этот путь, добро пожаловать. Все очень просто. Ответь себе на вопрос. Ты ищешь мягкий стул или живого Бога? Ты ищешь комфортную жизнь? Или ты готов платить цену, чтобы увидеть славу Его на этой земле? Ты хочешь спастись? Или ты хочешь видеть царство Бога на этой земле? А я не могу наблюдать за нашими детьми. Ну, не нашими детьми. Нашими детьми, которые идут тысячами в ад. Я не согласна. О, Бог ищет кого-то, семья. Бог ищет кого-то. И хочу разочаровать тебя. Скорее всего, тебе за это ничего не заплатят. Скорее всего, ты будешь платить. Ты будешь инвестировать. Ты будешь делать. Ну, эта церковь немножко дискомфортная. У вас еще в сетле есть церкви? Любые. Любые. Ты, наверное, попал к экстремистам сейчас. Извиняюсь. Такая жизнь. Знал, куда шел. Смотрите. Вы что-то берете для себя? Я вас не сильно напрягаю. Церковь Христа. Нет? Аллилуйя. Пару человек со мной. Я вас люблю тоже. Чтобы не начинал человек, у которого нет принциповой чести, даже при всем его желании успеха, у него ничего не выйдет. Потому что он очень скоро, все дела будут именно там, где находится его сердце. Ты никогда не можешь быть праведней своего сердца и твоего характера. Никогда. Ты хочешь знать, почему Бог избрал Давида? Через всю Библию. Принципы, межи, параметры. Он даже говорит, межи прошли по прекрасным местам. Он говорит, вот даже там прекрасно, а тут забор. Прекрасно там. А у меня забор. Да, и да, я сейчас скажу еще очень непопулярную фразу в наше христианское время. Христианство – это дискомфортная вещь. О, тебе нужно будет взять что-то на себя. Ты должен что-то будешь делать для царства. Поэтому Бог трудится. Ты никогда не сможешь быть праведнее. Потому что Бог трудится часто, годами над сердцем человека, перед тем, как доверить какое-то реальное славу, помазание. Сердце, он работает над сердцем. Вот почему, семья, я прошу Духа Святого каждый день работать над моими, не над моими поступками, которые всего лишь последствия. Я прошу его работать над моим сердцем. Семья, вы думаете, я вот тут с вами правду ору? Вы не представляете, как я с собой дома честно разговариваю один на один? Я не говорю, о, какой ты прекрасен. Я такой захожу, смотрю в зеркало, говорю, ну ты лоханулся. Ты с тобой честно говорил? Ну ты, бро, облажался. Че, возгордился чуть-чуть, да? А ну быстро, рот закрой и пошел час на языках молиться, вымаливать это все. Из себя. Знаете, почему я работаю над своим сердцем? Потому что я не хочу быть осужденным с этим миром вместе. Я хочу сам себя осуждать и давать Духу Святому, исправлять, исцелять и работать над моим сердцем, и исправлять мои пути. Сколько мы знаем людей, которые носятся из церкви в церковь, от одной позиции к другу, от одних отношений к другим. Но вы знаете одна проблема, от чего они убежать не могут? Они не могут убежать от своего сердца и от себя. И то, что люди называют новым, очень скоро превратится в старое. Потому что от себя не убежишь. И сердце, если не исправлено, гарантированно приведет к тем же результатам и последствиям. Проблема не в церквях, проблема семья в неизмененных сердцах человека. Я всегда говорю, когда меня что-то раздражает или что-то бросает мне вызов, это не их проблемы, это моя проблема. Если на что-то я обижаюсь, это не их проблема, это моя недоработка сердца. Я не имею права обижаться, не любить, ненавидеть, мстить. Не имею права никакого. Может, они были неправы в поступке, но я не прав в моей реакции, которая должна быть абсолютно другая. Кто-то согласен с этим? И первая семья, что я ненавижу делать, я ненавижу себя оправдывать, в то время, когда я должен быть корректирован. Ты слышишь меня? Я ненавижу себя оправдывать. Ты слышишь меня? Я ненавижу себя оправдывать. Это вот это, знаете, self-perry. Такое классное слово в английской речи. Я не знаю, как это перевести, помогите. Само-сожаление, вот это сидит, это само-сожаление. Господи меня ненавидят, меня костнули, меня щипнули, меня украли. Это твоя проблема. Встань раз в твои плечи, выбей эту дверь, иди, слава Иисуса Христа. Боже мой! Запомните, насколько ноль не умножай, ноль всегда останется нулем. Всегда будет ноль. Именно по этой причине Бог отверг Саула. Я заканчиваю себе. Я знаю, у вас есть планы. Проведите сегодня с папами классное время. Если нет отца, позвоните ему, напишите, что угодно. Отошлите смс-ку. Просто сегодня давайте поблагодарим отцов. Я хочу закругляться, потому что я отец, и меня сейчас поздравлять будут. Смотрите, именно по этой причине Бог отверг Саула. Потому что тот абсолютно отказался работать над своим сердцем. А Давида обличила совесть, даже тот, который обрезал край одежды. Семья-секрет, вот всего, что я говорю, заключается в познании собственного сердца. Перестань гоняться за последствиями. Перестань просить у Бога прощения за это, за то. Остановись. Войди в тайную комнату и адресуй корень всего в твое сердце. Сын, называй вещи своими именами. Врешь, так и скажи, я лжец. Тянет в грязь, в блуд. Так и скажи, Бог, я внутри блудник. Я растленная личность. Прости, исцели. Я вор. Называй вещи своими именами. Адресуй. Отсоедини эту гадость от своего сердца. Ты слышишь меня? Бог мне сказал, сын, ты должен стать врагом того, что не является моей частью внутри твоего сердца. Кто-то понимает? Обличай себя, чтобы не быть обличенным Богом. Корректируй себя, чтобы не быть осужденным вместе с этим миром. Вы взяли что-то для себя сегодня, семья? Я понимаю, немножко жестковато, но иногда так надо. Эймен. Давайте мы поднимемся, семья. Давайте мы поднимемся, родные. Давайте, родные, поднимемся. Отец, я благодарю тебя. Я прошу, прямо сейчас, ты знаешь наши сердца, ты знаешь мое сердце. Ты знаешь сердце каждого, кто здесь и кто смотрит нас. Прямо сейчас, до глубины, до сердцевины нашего нутра, войди туда и укажи нам то, над чем нам необходимо работать. Отец, пожалуйста, приди, обличи, откорректируй и измени мое сердце. Я умоляю тебя. Я хочу жить в чистоте и в победе. Я не хочу играть в игры с этим миром. Если что-то во мне, которое просто огорчает тебя, исцели, измени и вырви. Я абсолютно открыт перед тобой. Все открыто. Бог, пожалуйста, адресуй наши сердца. В это последнее время, в это очень тяжелое, уникальное время, в которое мы живем, нам особо нужно иметь стандарты, принципы и честь. Особо нужно стоять на стороне правды, света и истины. Мы благодарим тебя, любимый. Спасибо тебе за твою работу над нашими сердцами. Дух Святой, мы благодарим тебя за твою кропотливую работу над нашим сердцем. Продолжай работать над нами, продолжай обличать и корректировать нас. Мы хотим быть теми, которые приносят тебе свет, любовь и радость. Мы не хотим жить в постоянных грехах, корректировках. Мы хотим работать и мы хотим двигаться, прогрессировать и быть ближе к тебе. Спасибо тебе, любимый, за прекрасную семью. Спасибо тебе за это место, с которым мы можем говорить правду. Спасибо тебе за уши и за сердца, способные вмещать эти месседжи. Мы не ищем комфорта, мы ищем истину. Мы не ищем уюта, мы ищем правду. Спасибо, любимый. Благодарим тебя за все. И все сказали, воздай ему славу. Наш Бог живой! Наш Бог живой, семья. Присаживайтесь. Присаживайтесь, родные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова